Аналитика, которую мы сделали, компания Е4 сегодня выполняет большой объем объектов под ключ или генподряда в области тепловой, энергетики и других видов направлений. Поэтому мы сделали анализ инвестиционных программ до 2020 года в различных секторах экономики, получили цифру 22,9 трлн рублей, разбивка по энергетике, транспортной инфраструктуре и промышленному строительству, вы увидите. И, в общем-то, хотел бы обратить внимание, что доля государственного сектора в этом составляет порядка 71%. И остается вопрос, каким инструментом реализовывать данные инвестиционные программы, в которых, безусловно, есть доля инжиниринга, управления проектом и реализации. Вот там, к сожалению, не очень хорошо видно. Суть мы выбрали из базы ЮГРЛ все компании, которые имеют характеристику инжиниринг по статье 148.1 в НК. Получились 7 тысяч компаний сегодня зарегистрированы. Но при этом, опять же, по данным ЮГРЛ, ведут деятельность всего 800 компаний. Из них 50 – это оборот проектировщики до миллиарда, 150 – это проектировщики с большим оборотом, генподрядные организации – еще 600. 6200 организаций зарегистрированы, как бы я назвал, условно, псевдоинжиниринг. И, действительно, поднимая эту тему здесь, на этом совете, совершенно справедливо, что нужно и всем контракторам придать новую, так скажем, теме звучание, потому что нет инструмента государства, нет сегодня нормативно отрегулированной поляны, извините за такое выражение. Я хочу показать следующий слайд. Как считают рынок инжиниринга, даже ссылаюсь на презентацию Министерства промышленности в июле 2013 года, доля выручки основных игр готов в промышленном инжиниринге. Может быть, здесь была так поставлена задача посчитать именно некий промышленный инжиниринг, не вдаваясь в ЕПС-контракторы. Но суть в том, что в этом кружке транспортной инфраструктуры вообще нет. То есть сегодня получается, что из-за управления вот этого полного цикла, жизненного цикла, большая доля тех затрат, которые государство через программы хочет нести, она вообще выпала, так сказать, из рассмотрения и живет какой-то своей жизнью. Правая диаграмма просто показывает выручку 10 компаний США, которые занимаются по всему миру инжинирингом. Самый крупный – Бехтель-Лифлер. Синенькая – это закрашенная, просто цифры там не видны, это составляет под 20 миллиардов долларов выручки. Это как раз составная часть ЕПС-контрактора вдоль этих известных компаний, которые сегодня присутствуют на нашем рынке, которые, так скажем, берут полный цикл. Пожалуйста, следующий. У нас в чем проблема отсутствия практики применения? Ну, здесь Игорь Александрович уже обозначил некоторые вопросы, я, так сказать, с другой стороны немножко скажу. Во-первых, у нас нет сегодня конкурсов на ЕПС-контрактора. Сегодня, если это инвестиции госкомпании или государственные инвестиции, нет такого термина, нет инжиниринга, соответственно, нет полного цикла. Все разбивается по различным лотам и, соответственно, это, как скажем, исчезает компетенция, либо ее надо растить. Я на следующем слайде это скажу, что происходит. Следующее. В сегодняшних фэрах, СССР-ах отсутствует строчка за данные услуги управления проектом. Сегодня есть генподряд и, соответственно, подрядчики, которые выходят, по сути, на инжиниринг, вынуждены, так сказать, извините за выражение, монопулировать внутри соответствующих сметных расчетов. Следующее. Не принимаются, понятно, ни консорциума, ничего. Заказчик хочет себя в каком-то смысле подтвердить компетенцию выходящих на конкурс компаний и, соответственно, просит 30-40% собственного объема, куда не включается управление проектом и другие стоимостные характеристики. Например, просто хочу сказать, что наша компания, являясь, по сути, холдинговой и голова осуществляет инжинированную деятельность, у нас только 213 подтверждений СРО на производство непосредственно различных работ до мелочей, до проводков. И так как нет управления проектом как выделенная строчка, мы не можем в сегодняшних правилах конкурсов, нет, так скажем, возможности разделить доход от сэкономленных денег между заказчиком и компанией, подрядчиком, то, соответственно, ну, извините, доминирует термин освоение средств. Все хотят выйти на эту предельную стоимость, а не на ту бюджетную, которая могла бы быть, ну, как бы ориентиром и, соответственно, давать нам еще дополнительный доход. Пожалуйста, следующее. Что к практике отсутствия применения контракторов? Сегодня это нехорошо, неплохо, это так сложилось сегодня поляно. Сегодня крупные заказчики, крупные компании, я не имею в виду силовые машины, потому что у них инжиниринг от оборудования, они хотят как раз комплексные решения представлять. Я говорю про заказчиков, да, они формируют у себя все инжиниринговые подразделения, то есть из службы заказчика появляются инжиниринговые подразделения. У кого-то это лучше, у кого-то это хуже, но совершенно понятно, что они на следующий рынок практически не пойдут. И это сказывается, во-первых, эти затраты уходят к заказчику, и, так скажем, их не видно в стоимости объекта, ложатся дополнительным, скажем, грузом, размазываясь на общую деятельность компании. И самое главное, что нет мотивации на возврат инвестиций и оптимизацию проекта в этом случае, кроме административного ресурса, который сегодня доминирует. Пожалуйста, еще следующее. Что еще нужно сказать для России? Нет, перед этим проскочили один, но скажу по финансовому обеспечению. Сегодня заказчики, совершенно, наверное, справедливо, желая обезопасить себя по исполнению контрактов, требуют гарантийного обеспечения в виде банковских гарантий, их залогов и так далее. Все, что может инженерная компания принести только из банков. Но банк не признает этот вид бизнеса как таковой. Мы не капитализированы, мы, так скажем, можем только заложить контракт, которого еще нет. И получается здесь колоссальный рост. Сегодня банковская гарантия выдается, могу сказать, для обеспечения до 4% доходит. То есть это практически уже европейские ставки по кредитам. Это только банковская гарантия. Про кредитные ставки вообще не говорю. И здесь, конечно, важно, чтобы это, так скажем, мировоззрение или поляна изменилось. Конечно, нельзя сразу административно сверху что-то приказать банкам. У них свой бизнес, у них своя защита, рисков и так далее. Но так как нет этого вида бизнеса, соответственно, и получается. Ну, уже показали слайд. Следующий, пожалуйста. Действительно, инженерная компания только может жить, когда она бежит и создает. Что мы, так скажем, предлагаем? И, может быть, следующий, пожалуйста, слайд. В качестве мероприятия. Ну, об этом говорили. Нужно все-таки инжиниринг ввести в коды вида деятельности, чтобы это было, так сказать, понятно и осязаемо. Разработать профессиональные критерии и квалификации для подтверждения статуса инжиниринга компании в СРО. Это тоже целая колоссальная работа. Сегодня в ЕПС-контракторах высшее, так скажем, подтверждение СРО является генподрядная деятельность. По нашему мнению, инжиниринг может стать еще более высокой и накрывать остальные виды деятельности. Это надо, конечно, отработать с СРО, отработать с заказчиками. Но, по крайней мере, наличие такого статуса уже было бы допуском для больших контрактов. Вопрос введения в смертную стоимость услуг инжиниринга в управлении проектом тоже стоит очевидно. И возможность изменения в контрактной системе того механизма экономического, когда мы будем заинтересованы в реальном снижении стоимости. Продолжение следует...